всем привет меня зовут тори добро пожаловать на мою кухню сегодня приготовим с вами свиные ребрышки с чесноком и тмином что нам для этого нужно 1 килограмм свиных ребрышек 100 грамм лука 3-4 зубчика чеснока 350 миллилитров воды 3-4 столовые ложки томатной пасты 200 миллилитров белого или красного сухого вина соль перец тмин по вкусу и растительное масло для жарки так мы разогреваем сковороду наливаем немного масла у меня свинина довольно жирная поэтому я чуть-чуть буквально чтобы смазать сковородочку все хорошенечко разогреем и сейчас начнем жарить наши ребрышки все наша сковородка нагрелась выкладываем ребрышки наша задача ребят мы все это делаем на большом огне наша задача просто придать им красивый цвет не надо их туда готовности жарить сейчас мы их пожарим чтобы они стали красивенькие и все и вытащи я жарю и покажу что должно получиться ребятушки вот мы перевернули наши кусочки свинины сделали их просто слегка золотистыми просто наша задача придать им красивый цвет жарим со второй стороны теперь до такого же примерно состоянии можно даже чуть посильнее зажарить ребят мы пожарили свининку и достаем ее на отдельное блюдо сковородку мы не убираем пока она у нас кстати жарилась мы лучок быстренько нашинковали просто обычно кубиками и да нам понадобится духовка поэтому как обычно я забыла сказать что мы ее уже разогреваем до 180 градусов доходить наш свинина будет именно там сначала чесночок быстренько через пресс или можете мелко порубить заранее его сюда я чуть-чуть а меньше огонь чтобы он сейчас у меня не сгорел нужно чтобы он отдал масло и жиру который вытопился со свинины весь в аромат туда же и тмин вот прям от души я хочу тмина даем этому всему счастью прогреться ну буквально 30 секунд как запахло сразу на кухне такие ароматы обалдевительные и лучок который можно пошинковали туда же пассируем лучок как обычно говорю до того состояния как вам нравится я например хочу лучок чуть посильнее зажарить вы можете просто до прозрачности все жарим лучок ребят лучок у меня приобрел такой легкий золотистый оттенок просто красота выливаю сюда вино даю вину закипеть чтобы у нас выпарился алкоголь сразу в принципе посолить поперчить всю эту песню можно что-то я перца зажала все это на закипела сейчас быстренько тут полминутки алкоголь весь выпарится останется только чудесный запах вина обожаю я сочетание вино мясо это просто на кто не пробовал очень-очень рекомендую пробуйте потом вам вам понравится и так думаю мне же нравится так теперь водиться сюда идет наша нужно и томат и снова даем это все песни закипеть ребят вся вот эта наша она и аромат низшая поверьте мне на слово подливка закипела что делаю дальше выключаю огонь смотрите у меня сковородка со съемной ручкой поэтому я ничего никуда не перекладываю ручку сниму отправлю в духовку если у вас есть опасность что ручка расплавится просто-напросто переливайте это все форму то есть сковородку брали и перелили подливку форму для запекания возвращаем все наше мяско снимаю ручку накрываю фольгой осторожней горячо просто прикрываю ау для этого вот у нормальных людей есть прихватки конечно просто чтобы она не сильно выкипала и всю эту красотень отправляю в духовку на два два с половиной часа при повторюсь температуре 180 градусов в общем наша задача чтобы мясо пропиталась нашей подливкой начал говорить начал захлебываться слюной уже представляет так что это очень нежно мясо станет нежная пропитается подливкой и начнет отходить от кости в общем мы отправляем это друзья мои у нас прошло больше чуть чуть больше двух часов смотрите подливка наша довольно так серьезно выкипела ну раза в два уменьшилась мясо подрумянилось вот мясо подрумянилось получился такая вот красоте нежнейшая очень вкусно пахнущая я как обычно готовлю там голодном состоянии поэтому пока я тут с вами разговариваю еще закапали все слюной подавать на это все будем с картофельным пюре но вы можете подавать с любым вашим любимым гарниром я думаю там рис гречка да все что угодно прекрасно подойдет к этому блюду собственно на этом сегодня все а вы не забывайте радовать себя и своих близких обязательно подписывайтесь на наш канал ставьте лайк под этим видео и под всеми другими нашими видео заходите на наш сайт чтобы увидеть рецепт в текстовом виде если вам не всегда удобно посмотреть делитесь этим видео со своими друзьями подписывайтесь на все наши паблики в контакте фейсбуке в твиттере в google plus мы есть везде мы даже уже господи в инстаграме появились все ссылочки в описании вот там внизу скоро увидимся пока пока